Балаковский госпиталь для коронавирусных больных к приёму пациентов был подготовлен в кратчайшие сроки. Все понимали, что возить заболевших в Саратов – это не выход. Областные клиники не смогут принять такое количество человек. Поэтому и было решено открыть на базе городской больницы госпиталь, для чего перепрофилировали отдельный корпус учреждения. Конечно, встал вопрос с оборудованием, которого на первых этапах хватало. Но с ростом числа заболевших начал наблюдаться дефицит необходимых приборов. Всё-таки мы все сплотились, все силы, усилия направили воедино. И очень приятно, когда в этом оказывают помощь и большие предприятия. Огромные слова благодарности в адрес Росгидро за то, что они тоже не остались в стороне. Гидроэнергетики пришли на помощь вовремя. С одной стороны, увеличивается число пациентов коронавирусного госпиталя. А с другой – как раз заводы. Изготовители медицинского оборудования подняли объёмы его производства. А потому приобрести необходимое можно в кратчайшие сроки. Быстро они сорганизовались, быстро всё решили. И буквально вопрос возник, что нам нужно дополнительно ещё средства индивидуальной защиты, дополнительное оборудование. И моментально средства были выделены на приобретение дополнительного оборудования, средств защиты, на которые мы сейчас как раз всё приобретаем, дополняем. Для того, чтобы госпиталь наш работал в круглосуточном режиме, бесперебойно. Балаковский госпиталь лечит пациентов из восьми ближайших районов. На сегодняшний день он заполнен на две трети, то есть нагрузка на врачей существенная. И медики должны быть уверены, что работают в комфортных условиях. Максимально должны быть медработники, защищены средствами индивидуальной защиты и работать на хорошем оборудовании. Это всё позволит нам спасти жизни, вылечить пациентов и, соответственно, вернуть в строй всё наше население и всех пациентов, которые к нам обращаются. К сожалению, от коронавируса никто не застрахован, поэтому балаковцы положительно относятся к работе специального госпиталя. Говорят, в родном городе и стены помогают вылечиться. Зачем возить тяжелобольных в Саратов, пока довезёшь, транспортировка, в тяжёлом состоянии больные. Здесь дорога короче, что же трясти-то по дороге, по такой долине. Я думаю, у нас тоже есть врачи и специалисты, которые могут с этим работать. Город должен быть готов в случае большого заражения людей. В Саратов достаточно далеко ехать, я считаю, что у нас население достаточно большое в городе, поэтому удобнее, конечно, жителям, что у нас в городе есть такой госпиталь, открыли. А между тем, Всемирная организация здравоохранения надеется, что Россия вышла на плато по распространению коронавирусной инфекции. Это значит, что количество заболевших скоро начнёт постепенно снижаться. Но оборудование, приобретённое для борьбы с COVID-19, будет служить и дальше. Пневмонии мы лечим всегда. Они есть каждый год и всегда, и особенно в сезон подъёма вирусной инфекции. То есть зимний период, их увеличивается, число этих пневмоний. Но сейчас время необычное, и вот ковидная инфекция, она всех, кто к нам поступает, практически в 95% с пневмонией. Поэтому оборудование то нужное, оно будет использоваться. Тот же бронхоскоп, и те же аппараты ВЛ, и рентгенаппарат, они нам нужны всегда. Отметим, что в общей сложности Росгидра направила 100 миллионов рублей в регионы присутствия компании. Денежные средства предназначены для закупки необходимого медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты и дезинфекции, лекарственных препаратов и проведения мероприятий по сдерживанию распространения коронавирусной инфекции.